СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ Слушайтесь, вглядитесь. Убивают время. Убивают время, сообщай в одиночку. Будто бы с другом соревнуясь. Кто скорее? Убивают в полдень. Убивают ночью. Убивают время нахально и молитвенно. Убивают время стыдливо и истошно. Убивают прямо перед окнами милиции. Что там перед окнами? За окнами тоже. Люди спотыкаются. Погоду пугают. На площадках лестничных толкутся вдвоем. Зазывают в гости. Так и предлагают. Приходите, как-нибудь вечерок убьем. Люди суетятся. Люди верят в слухи. Ссорятся. Ждут из Саратова родных. Убивают время. После моют руки. Чтоб не оставалось крови на них. Люди убивают время отрешенно. Пухлые портфели загадочно несут. Убивают собственное время и чужое. И никто за это не зовет их в суд. И никто ни разу не вручает похоронных. Мол, погибло время. Нужнейшее. Зазря. Падают минуты. Повзводно и поротно. Начиная с самого первого января. Мертвые минуты молчат. Не обижаются. Мертвые минуты выстраиваются в века. Зачем люди плачут? Чего докторам жалуются? Что мало успели сделать? Что жизнь коротка? А ведь действительно докторам жалуются. Очень по-разному. Жалуются на то, что не способны жить во времени. А значит его надо убить. Назвав болезненным временем. Или временем болезни. Доброй ночи. Это был Роберт Рождественский. Любимые и, конечно же, устаревшие стихи. Поскольку сегодня люди, по-моему, просто перестали понимать. Если не убивать время. Ну, хорошо, давайте ласковее. Если не коротать его. Хотя бы. Тогда... А что делать вообще? Что делать, если не заниматься убийством времени? Вот мы говорили про игру Pokemon Go. Так ведь у нас в программе возникла тема убийства времени. И мне сейчас, ну, большинство айтишников, знакомых моих, говорит. А что? Ну, чего? Хорошая игра. Она из дому заставляет выходить. Самый главный аргумент. Выходить из дому на убийство времени. Самое главное, если его не убивать, то что с ним тогда делать? Вот тема нашего разговора в прямом эфире по телефону 8 800 222 99 92. Постоянному телефону нашего прямого эфира. Помните, наверное, наши слушатели, что телефон этот бесплатен для всех регионов России. 8 800 222 99 92. Зачем мы убиваем время? И что с ним еще делать? Как научиться его и не убивать? Ну, и, конечно, конечно, рождественский – это наша забытая классика. Вообще-то, тема эта звучит извечно. Вот Синека из писем к Луцилию. Первый век нашей эры. Цитирую «Так и поступай, мой Луцилий, отвоюй для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. «Взглянись-ка пристальней, ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую, на безделье, и всю жизнь не на те дела, что нужно». Конец цитаты. Откуда взять, как понять, что такое нужные дела? Вот Сергей Тим, автор сети интернет, посчитал, что отнюдь не алкоголик, а вот как бы маловыпивающий по выходным средний русский мужчина в год тратит на выпивку 52 дня, то есть почти два месяца. Ну, а за жизнь набегает семь лет с хвостиком. И за это время можно закончить медицинский вуз и попрактиковать, и прочитать несколько тысяч книг. Но вот ведь странный вопрос. А закончить медицинский вуз или прочитать несколько тысяч книг – это не убийство времени? В конце концов, полжизни мы проводим во сне. А это что такое? И зачем же тогда человеку нужен сон, если жизнь и так коротка? Словом, вопросы, вопросы и вопросы. 8 800 222 99 92. Ну, а в музыкальных паузах у нас будет такая же почти классика песен про потерю времени. Ну, почти как письма Синеки. 7 40 на перроне встречали тетю Соню. Вся Молдаванка пересыпь привоз. Здравствуй, Одесса-мама, здравствуй, тьёся зяма, катится в горочку пара вот. А дохан в 8 40 к нам едет тетя Соня. Так солнце светит радость, боже ж ты мой. Собралась вся мишпуха. Ой, 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 ой. Дайте скрипку пой, Одесса пой. Ой, 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 ой. Там была тетя Хая, Балванчик из Китая, Мишка Япончик и папа Шалом. Там были Юля, Яна и Симочка с друзьями. Все поместимся за столом. Азок, Энвей, 7 40, нам едет тетя Соня. Там солнце светит радость, боже ж ты мой. Собралась вся мишпуха. Ой, 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 ой. Дайте скрипку пой, Одесса пой. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ Вот ведь интересно. Ну, например, эти танцы. Это убийство времени или нет? Давайте я сразу скажу, что вот сегодня я вдруг понял, что нет. Это совсем не убийство времени. Ну, а тем более у нас есть звонок из Одессы. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Галина. Здравствуйте. Всем доброго вечера. Ну, скажу немного про убить время. Мне кажется, время чаще всего убивается в ожидании. Неважно в ожидании чего. В очереди лег, в ожидании отпуска, в ожидании нового дня, в ожидании, когда закончишь институт, в ожидании окончания рабочего дня, в ожидании начала рабочего дня, в ожидании, когда станет лучше. Нет-нет. Во время ожидания можно, конечно, что-то делать, но если в приоритете все же вопрос ожидания, пережидания, то получается, это не жизнь, а ожидание жизни. Кажется, что настоящая жизнь начнется тогда, потом, завтра. А на самом-то деле она происходит каждый миг, каждую секунду. Прикольно, но у меня так вот сложилась мысль. Получается, что человек ждет жизни, убивая время. А время в это время, простите за тавтологию, убивает человека. Как писала Молли, в голове вертелась строчка «Время убивает меня, и я убиваю время, только наоборот. Что ты хочешь? Я хочу убить время. Время очень не любит, когда его убивают». Алиса в Стране Чудес, Рьюис Кэррол. Спасибо. Ну вот еще одна, конечно же, цитата из Алисы в Стране Чудес. И эта цитата снова ничего не объясняет. И мне хочется сказать, что Галина очень точно подметила вот этот момент ожидания. Чего мы ждем в конце рабочего дня и в его начале? Чего мы ждем, когда едем в отпуск и когда возвращаемся из него? Почему тратим на это время? На самом деле, наверное, потому, что мы ждем, что случится чудо. Мы ждем чудо. Каждое утро, каждый день и каждый вечер, выходя из дома, возвращаясь домой, включая компьютер. Но чего ждут сотни тысяч людей по всему миру, отправляясь со своими айфонами на поиски покемонов? Ну, они ждут чудо, конечно. Маленького чуда, того, что что-то случится и что-то произойдет, когда они наловят рекордное число. Больше 140, по-моему, покемонов. Поправьте меня, если я не прав. Мы проводим жизнь, наверное, не в ожидании просто. Мы проводим жизнь в ожидании того, что кто-то придет и что-то нам даст по заслугам. Работу, любовь, яркость ощущений, верность. Кто-то признает нашу значимость. Кто-то все время, все время, всегда этот кто-то со стороны. А мы ждем, что он придет, поймет, оценит, не будет говорить гадости. Скажет что-нибудь хорошее, и где-то в нашей душе случится чудо. И может быть кто-то не в телесериале, а прямо в жизни зовет нас на подвиг, чтобы мы могли спасти мир. И тогда мы, как в мечтах, которые тоже, в общем, убивают время, сможем его спасти. Мы ждем, на мой взгляд, гадали чудо, которое придет к нам со стороны. А Синека, Синека на то стойком и был, чтобы призывать не ждать этого чуда. И пьет тот самый пьяница, который пьет 52 дня, именно в ожидании чуда и ничего другого. Он не ждет и в пьяных грезах, он тоже ждет того, что кто-то придет и призовет, и оценит. И совершенно не умеем искать этого где-то внутри себя. Как-то так я это чувствую. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот, и когда прозвучала тема вашей передачи, я вспомнила один из школьных лозунгов из слова Николая Алексеевича Островского, что самое дорогое у человека жизнь, и ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть самое главное, нужно иметь цель, отыскать в душе зерно мотивации. Собственно говоря, ствол – это наша воля, а результаты – это плоды. И вот, в общем-то, каждый день нужно к этому стремиться. То есть человек может не прожить один на уровне тела, другой на уровне души. Но на уровне духа, наверное, возможно прожить только богам. Я так считаю. Так что же это такое? Если невозможно прожить на уровне духа, и нет больше шансов строить какие-то героические, совершать какие-то героические поступки, то как бы, ну что, давайте будем убивать время. Все на поиске покемонов! Ура! Нет, нужно вспомнить сказку о потерянном времени. По-моему, Лазаря Бинкбурга еще раз ее пересмотреть. Нет, нет, это фильм, да, о Шварце. Давайте о Шварце. Евгения Шварца – это сказка, да. Алло. Алло. Да-да. Да-да? Ну, слушаем вас. Ну, во всяком случае, что же делать-то? Чего, чего, где в человеческой жизни непотерянное время? Нужно построить себе программу минимум и программу максимум. Вот так вот. Программа максимум – это что такое? Ну, которую цель мы основную ставим. Для чего мы живем? Переосмысливать все свои поступки. То есть в соответствии с теми внутренними законами, которые заложены в нас. Таким вот образом конкретную цель найти. Вот вы про мединститут заговорили. Вот если человек к этому стремится, он, значит, должен его и закончить. И не просто стать, а быть врачом. То есть, допустим, так вот в моем случае. Быть и стать – вещи разные. И это, наверное, правильно и здорово. Только вот в чем разница между быть и стать? Одно дело – просто иметь диплом, а другое – каждый день осознавать то, что ты приносишь пользу людям, то, что ты помогаешь, как говорится, получать от этого моральное удовлетворение. То есть стать врачом – это получить образование. Да. А быть врачом, говорите вы сейчас, как мне кажется, это значит быть человеком. Порядочным человеком, не просто человеком. А если вся внешняя среда, вся внешняя жизнь этого делать не дает? Да как это только у слабых людей такое может быть? Тогда человек слаб. Да. И не достоин называться человеком. Но врачом называться может, правильно? Да не совсем, нет. Хороший врач и хороший человек, безусловно. Может, это немножко максималистически звучит? А что так, понимаете, какая штука? Ведь хороший врач – это оценка другого специалиста. Как бы… А хороший человек – это что-то тоже совсем другое, чего мы сейчас с вами в двух словах никак не определим. Да. Так вот, что же значит быть хорошим человеком? Спасибо, Валентина. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Алло. Да-да, слушай меня. Ну, я бы хотел начать с того, что ничего нет печальной на свете, чем надежда, сменившая обман, сказал один классик. Это я к чему? Понимаете, в моем представлении нас в дерьмовских годах позвал за собой, ну, в частности, мое поколение, такая светлая мечта. Потом выяснилось лет через десять, что нас обманули. Ну, и обманывают до сих пор. Это я к чему? Ну, дело в том, что, ну, как бы сказать, народ, ну, массе своей сейчас он не живет, а, можно сказать, выживает. Вот. И, ну, как бы сказать, все, что нас окружает, это в основном, ну, так сказать, серая повседневность. Ну, вот, безысходно, так сказать. Понимаете, какая штука? Ну, может быть, и в том-то весь и вопрос, что нужно сделать человеку, вы понимаете, какая вещь? Ну, вот, что окружало Синеку и Луцилия в первом веке нашей эры? Это серая повседневность, судя по словам Синеки. Да, судя по словам Кэрола, что-то, похоже, окружало девушку Алису в начале, в первой трети нашего века. Как бы, может быть, это и есть что-то, что есть, вот, и вы говорите, ну, что вот, вот так наши надежды, они потеряны. Теперь что нам остается делать? Ну, убивать время. Ура! Все, все собирать покемонов. Немедленно выключили приемники и за Пикачу. Ну, если не за Пикачу, то по-старому куда-то в кабак. Да, вот, нет денег на кабак. Хорошо, на лавы. Ой, извините, это будет пропаганда нехорошо. Понимаете, так, если вот подходить к Философске, к этому вопросу, каждый человек, он должен, как бы сказать, смысл его жизни заключается в том, чтобы жизнь после него стала несколько лучше, чем при его, так сказать, существовании. Но я полагаю так, что действительно это вполне возможно. Ну, в цивилизованных странах. Ну, как мне кажется, Россия пока что не относится к этой категории. Поэтому, ну, как сказать, у меня не убирают, живут и умирают. Евгений, скажите, пожалуйста, а вы зачем это сейчас говорите? Я? Да. Я хочу, чтобы появилось больше свободомыслящих людей в этой стране, в которой ловший страх, как их лица губы, и себя позади вороньё и гробы. Вот, значит, 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 вы убивают, понимаете, в чём дело. Понимаю. Значит, вы говорите ради того, чтобы жизнь в этой стране стала чуть-чуть лучше. Так почему же вы говорите, что сделать это невозможно? Ну, если 10%, то невозможно. Если учитывая, что 90% у нас, это мягко говоря, чтобы их не обидеть, это просто рабы. Вы знаете? То 10% в этой стране сделать ничего не могут, согласитесь. Вот опять. А как же тогда возможность сделать так, чтобы что-то чуть-чуть, немножечко изменилось? Рабы должны прозреть и понять, оклянуться вокруг себя и посмотреть здравым, так сказать, рассудком на всё происходящее. Только кто бы им, рабам, объяснил, как же всё-таки это сделать? Ну, вот чаще вашу программу будут слушать, возможно, кое-кто и прозреет. Ну, да, но тоже очень мало, потому что она умная, как бы, или нет, не очень, не знаю, боюсь сам этот процесс оценивать. Спасибо большое, Евгений. Я хочу сказать, что почему-то в связи с этим разговором, и не первый раз, мне вспоминается Генри Торо, американский философ середины XIX века, который, между прочим, жил, вёл скучную жизнь, по-моему, с 1945 по 1947 год на таком острове на реке, где сам себе полностью добывал пропитание, одежда, в общем, такой был речной Робинзон. Вот, и там он очень много понял, и, в частности, сказал он, что нельзя человеку убивать время без вреда для вечности. Он был не очень религиозный философ, но вот в вечность и в смысл человеческой жизни он верил, и верил очень. Поэтому, наверное, однажды, в 1849-м, написал такую классическую статью, эссе, если хотите. Она называлась, это эссе, «О долге гражданского неповиновения». И не надо пугаться, статья эта была вовсе не политическая. Был он философом, и говорил он о том, что ровно для этого и существует на свете индивидуальность, поскольку индивидуальность – это та самая Баба-Яга, которая всегда не согласна. И писал он о ненасильственном сопротивлении, которое, собственно говоря, общественным традициям, которое, на самом деле, заключается всего-то навсего в формировании собственного мнения и вне боязни высказывать это мнение открыто и спокойно, вот так, как, наверное, это сделал Евгений из Курска. И, возможно, в этом самом способности формировать свой собственный взгляд на мир и есть главное в том самом неповиновении Генри Тора и в тех самых действиях, которые не убивают время. Потому что, ну, если мы действительно отказываем себе в собственном, самостоятельном взгляде на мир, не умеем его мотивировать, не умеем о нем думать, об этом самом собственном, самостоятельном взгляде, ну, остается только убивать время, остается только тумбалалайка. Думай, парень, ночь напролет, Ту ли девчонку в жону берет? Можно влюбиться и ошибиться, Если бы право знали наперед. Тумбалалайка, Пусть веселится вместе с тобой. Тумбалалайка, 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 Пусть веселится вместе с тобой. Тумбалалайка, 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 Парень, тебе я скажу не шутя Камень растет без тепла и дождя Вечно гореть любви суждено Плакать без слез может в сердце одно Тумбала, 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 лайка Тумбала, тумбала, смейся и пой Тумбала, лайка, сердцу сыграй-ка Пусть веселится вместе с тобой Тумбала, 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 лайка Тумбала, тумбала, смейся и пой Тумбала, лайка, сердцу сыграй-ка Пусть веселится вместе с тобой Серебряные нити Вот как-то так А если не знаешь правду наперед Говорится в песне Ну тогда, ну вот, а зачем? Ну зачем? Нужно убивать время Вот как-то Это такая Одна из главных Современных мыслей Которые я встречаю все чаще и чаще И, к сожалению, даже в словах Евгения Из Курска она звучит Как бы Ну если не знаешь наперед Добьешься чего-нибудь Сможешь ты чего-нибудь изменить В людях, в близких, в далеких Тогда зачем стараться-то? Зачем стараться? Нет особо в этом никакого смысла И люди жалуются Молодое поколение На то, что они больны На то, что у них слабая нервная система На то, что они заранее знают Что они ничего в жизни не добьются А поэтому Можно ничего не делать Нужно убивать время И первый, главный способ Убийства времени Это игра Ну, хорошая игра Покемон Гоу Отличная игра Никаких возражений нет Вся проблема Заключается в том Что за ней Незаметно Проходит жизнь Как, впрочем, и за любой другой игрой Это и есть Гиперреальность Бодрияра О которой мы говорили В прошлой программе Все играют Политики играют во что-то свое Играет телевизор И уж, конечно, колоссальное количество игр Содержатся в смартфонах и компьютерах Только чему-то очень важному в себе Они мешают Здравствуйте, Игорь Город Тольятти Здравствуйте, Александр Геннадьевич Здравствуйте Я опять благодарю вас за то Что вы Что вы помогаете Не спать в моей душе И думаю, что сейчас мы Время не убиваем Потому что На мой взгляд Работа души Это, пожалуй, самое важное Что для человека Значит Что касается меня Говоря о времени То я очень осторожно Как и скромно отношусь К этому К этой сущности Ну вот в моих представлениях Она изготовлена Богом В первый день Когда он сказал Да будет свет И в этом В этом В этом мгновении Появилось время А до этого Была вечность И Эту сущность Мы ее не видим А только догадываемся Ну Например К нему прикладываем Такие слова Как Оно течет Или что Ну процессы какие-то Происходят Часы И мы наблюдаем Движение солнца Там все А само время Невидимо И эта сущность Она такая Как бы сказать Ну я ее принимаю Такой Какая она есть Я хочу рассказать Вот что У меня были два Удивительных случая Я сам инженер И вот Увлекся Синхронизацией часов У меня было два Хронометра Которые шли Абсолютно синхронно И получилось Так что У меня Провалилось Время На 27 минут И потом В этот же день Через 3 часа Еще на 33 минуты Таким образом Я не могу Отмахнуться От факта Что я Моложе на 1 час Чем должен быть И это Очень странные вещи А что касается Алкоголизма И убийства Времени Таким образом Это для меня Занятие скучное Я его забросил 20 лет тому назад И не понимаю Вообще Как это Развлекаться А вам Большое спасибо Вам большое спасибо Игорь Я Вот что Хочу сказать Я все Пытаюсь вернуться К тому самому Генри Тора И конечно Цитировать Уже не успею Но может быть Смогу Что-то сказать Своими словами А своими словами Это наверное Прозвучит так Вот Где-то у нас В глубине души В том числе И во сне Существует Зеркало Зеркало Это предназначено И для отражения Внешнего мира И для отражения Мира внутреннего И когда мы Пытаемся Понять Свою роль И свою мысль В этом мире А именно Для этого По мысли Тора Мы приходим На белый свет Он кстати Еще раз скажу Он не был Религиозным философом Он был первым Американским дарвинистом Между прочим Убежденным Таким последователем Дарвина Он считал Что человек Приходит На этот В этот мир Для того Чтобы сформулировать Свою мысль О нем И о себе И Когда мы Пытаемся Понять Что нам говорят Сны Ведь сны Сновидения Говорят каждому Из нас Что-то абсолютно Свое Мы Разучились Понимать их Тексты И не очень Хотим это делать Считаем это Чем-то нематериальным Ерундой И примерно Так же Мы относимся К своим Собственным Мыслям Разве нет Мы относимся К ним Как к чему-то Лишнему И ненужному А вместе с тем Вот эти самые Наши мысли Они игры В которые мы Играем И есть То самое Что Делает человека Самим собой Мы много раз Об этом говорили Я не буду Напоминать Что Когда человек Пытается Понять Не что Думает Я не знаю Общество Родители Друзья Телевизор Об окружающем Мире А что Думает О нем Он сам Что он Чувствует Что он Об этом Мире Может Сказать Написать Нарисовать Когда Он пытается Сформулировать Какую-то Очень важную Для себя Мысль Иногда Этому Нужно Учиться Потому что Мы чего-то Совсем Утратили Способность Фиксировать И понимать Свои Собственные Мысли Мы Говорим Каким-то Казенным Языком Либо Бюрократических Бумаг Либо Не менее Странным Сокращенным Языком Ирзац Языком Социальных Сетей Нет Не все Конечно Не все Но Наши мысли Видите Вот я сегодня Почему-то Вспомнил О Тора А наши мысли Они Тоже имеют Родственные Связи В истории И в 19 веке И в 1 веке Нашей эры И у Льюиса Кэролла И у Бесконечного Количества Других авторов Которых Было бы Неплохо Знать Мысли Которых Схожи С нашими Собственными Чтение Тысяч Томов Книг Иногда Бывает Абсолютно Бессмысленным Занятием Убийством Времени Не убийством Оно Становится Только тогда Когда мы Выделяем Среди Этих Мыслей Что-то Что Похоже На мысли Наши Собственные И пытаемся Учиться Этому В том числе В программе Серебряные Нити Поэтому Мы так часто Обсуждаем Какие-то Произведения Искусства Если они Умные То в них Можно попытаться Найти Себя Самого Меня Мое Высказывание О мире Только нужно Научиться Его Услышать Записать И не даром Тора Для того Чтобы написать Вот эту Свою эссе О долге Гражданского Непоминовения Об индивидуальности Два года Провел На острове В лесу Что-то Надо научиться Понимать Про себя Тогда мы Время Не убиваем И тогда Формируется Вечность Вечность Наших Мыслей Вот как-то так Это все Что я Успеваю сказать Раз уж мы Заговорили О произведениях Искусства То Очень хочется Мне Чтобы вы Посмотрели Фильм Джима Джармуша Который Называется Выживут Только любовники Его Между прочим Тут на днях Показывало Общественное Российское Телевидение И Это авторское Кино И такое Странное Самостоятельное Высказывание О жизни Вот я Предлагаю Нашим Слушателям Его Посмотреть И Попробовать Поговорить Об этом Фильме Спасибо Всем Большое Спокойной Ночи Слушателям 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 Холодный Вечер Окна Зажигает В темноте На углу Протрош И Мальчик Смотрит На людей Ветер Спутал Его Косы Дождик Мочит Папиросы И Стигает Худеньких Плечей Проходит Под зонтами Дамы В шляпах и мантов И гуляют с ними Детки в новеньких Палитов Пальцы станут непослушны А он смотрит Людям в душу И дрожит так на векру листов Купите Коиджи, коиджи Папиросы Дайте Сиротине Медные гроши Дай вам Боже Много хлеба